Эту тему в разговоре продолжим с Ольгой Романовой, это директор фонда «Русь сидящая». Ольга Евгеньевна, здравствуйте, как нас слышно? Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, Ольга, давайте по хронологии и по хроникам так называемой мобилизации, как ее прозвали в самой Российской Федерации. Ведь Владимир же Путин сказал, что все, мобилизация окончена, ему Шойгу об этом доложил, но сейчас мы наблюдаем факты, которые говорят обратное, что все равно даже после отчета Шойгу Путину о завершении мобилизации все равно продолжают приходить повестки. О чем это говорит? И возможно вы уже знаете, насколько много таких случаев было. Ну вы знаете, мы наблюдали, как в Ивановской области уже после окончания мобилизации за молодыми мужчинами просто гонялись по городу. Просто гонялись по городу люди с повестками и насильно их вручали. Мы знаем, что приходят по-прежнему и на дом, например, сантехники. И говорят, что им все-таки по-прежнему заставляют вручать повестки, если они видят дома молодых мужчин. Что касается, например, вербовки заключенных ЧВК «Вагнер», так это не мобилизация. Это наемничество. Это по-прежнему, эта вербовка была до мобилизации, во время мобилизации, после мобилизации. Сегодня, например, утром, утром сегодня в Сибири, то есть у нас тогда была еще с вами глубокая ночь, впервые, насколько я знаю, а, наверное, мы наблюдаем все-таки довольно тщательно и давно, женщины в Сибири, из Новосибирска, колония в маленьком поселке Тагучин все-таки смогли, осмелели и вышли к колонии, с которой не было связи с 31 октября, ТК-14, и потребовали убрать оттуда представителя ЧВК «Вагнер» и прекратить вербовку. Не знаю, чем это закончится. Приехала полиция, к нашему удивлению, начальник зоны сказал, что он ведет личный прием. И, в общем, пока этот протест женский, он такой робкий, он очень... Украинцам не понять. Он очень-очень робкий, и, как бы чего хуже не было, но все-таки первый раз это протесты. Я вижу, что там присутствуют журналисты, уже появились материалы, например, на «Радио Свобода», я видела ссылочку. Пока это все продолжается, посмотрим, чем это закончится. Но ЧВК «Вагнер» пошел дальше. И, опять же, ночью сегодня, то есть это раннее утро в Сибири, мы увидели их в Томске. Томск – это, наверное, самая восточная сейчас точка, куда пришел ЧВК «Вагнер». И если в начале недели мы уже говорили смело о том, что 25 тысяч заключенных звербовано, так называемым музыкантами или оркестром, то сейчас, конечно, с учетом того, что присоединилась Сибирь и продолжается чёс по Уралу, их уже и побольше. Мы можем говорить о том, что есть 27-28 тысяч заключенных звербованы сейчас. О чём в целом говорит такая активность и ЧВК «Вагнер» по поиску в целом людей для отправки на фронт? Говорит ли это о том, что огромные потери? Либо просто от безвыходности опять же хотят надавить массовостью? Как вам это видится? Вы знаете, здесь сразу несколько факторов. Первый фактор всё-таки то, что Пригожину, судя по всему, на этой войне вдруг стало можно всё. Вот у нас всегда был вседозволенный человек по имени Кадыров, которому почему-то можно всё. И вдруг внезапно появился второй такой человек, Пригожин, которому можно забирать людей из зон, можно вообще делать всё, что угодно. И всё он это делает именем Путина. И судя по тому, как реагирует Путин, так оно и есть. То есть человек каким-то образом подменяющий Путина. Уже пошли слухи о том, что Пригожин – это будущий президент. Чёрт его знает, в России всё возможно. Ну, так ей и надо, если Пригожин. Хотя, в общем, и Путин. Вторая вещь, конечно, циничная. Заключёнными устилают украинские минные поля их телами. И вторая страна медали – разгружают зоны. Вот это вот могилизация или утилизация населения такого маргинального, никому не нужного, неустроенного, и в то же время довольно агрессивного, которые, собственно, могут приносить проблемы на местные бюджеты, местным властям, потому что мелкая преступность региональная – эта проблема властей местных нагружает социальную сферу. Да, у них нет жилья, у них нет работы, у них нет будущего, нет образования, нет семьи. А если вдруг появится семья, вдруг они будут рожать, то подаваем детские сады, да подаваем школы, да подаваем ясли, больницы, полиаклиники. Кому это надо? Это не надо никому. Российское население никому не нужно, оно сейчас довольно успешно утилизируется, а это самая такая маргинальная часть, которых вроде как никому не жалко, но в общем в России по большому счету никому не жалко. Поэтому можно утилизировать до бесконечности. И помимо того, что это политическая игра Пригожина, помимо того, что это такая социальная утилизация и физическая утилизация населения, и, конечно, это, разумеется, большие потери. Россия просто хочет закидать Украину трупами своих солдат. А неужели так цинично по отношению даже к своим гражданам поступает российское руководство в виде Путина, в виде Пригожина, как вы сказали, утилизация по факту на полях Украины? Ну мы же сами это видим, и, обратите внимание, голоса-то не раздаются ни родственников, никого. И больше того, когда людей забирают из колоний, родственники не протестуют и говорят, как бы хуже не было. И когда родственников уже этих убивают на полях Украины, и вроде как и протестуют, вот все уже, все. А как бы хуже не было, все равно есть болезнь. Поэтому болезнь и вынужденное такое терпение, хотя я не знаю, почему вынужденное, потому что что терпеть-то. И страх. То есть полиция, ФСБ, увольнение, судов боятся больше, чем смерти. Очень важный момент. Михаил Шеремет, это член Комитета по безопасности, он в эфире одном из российских каналов сказал, что, точнее не сказал, а предложил увеличить срок службы. И сама новость уже гуляет по простору российских информагентств довольно-таки давно. Но я акцентирую внимание на цитату. Я цитирую. «Нынешний формат не подразумевает качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года вполне оптимальный вариант». Конец цитаты. Это сказал Шеремет. Можно ли сказать, что вот дан именно этой цитатой, Шеремет по факту озвучил то, что в Кремле умалкивали. Это качество так называемой второй армии мира. И по факту признали, что вот эти все боевые потери массовые в Украине, в связи с российской агрессией, они как раз из-за того, что коррупционная составляющая в российской армии настолько велика, что делалось все только для галочки и для подписи на бумажке. А по факту, по качеству российская армия не получает ничего для того, чтобы усовершенствоваться. Нет, ну разумеется. И, ну вы знаете, 2 августа в России всегда проходит День десантника. Это один из самых страшных дней в году. Когда страшно выйти на улицу, когда лучше этого не делать. Не выходить, особенно молодым девушкам и женщинам, в парки, к фонтанам и так далее, и так далее. Десантники гуляют. Они считают себя элитой российской армии и гуляют так, что людям на улицу страшно выходить. Это вот здесь они считают себя элитой. И считаются элитой. Там краповые береты, голубые береты, бог знает еще какие береты. И, конечно, еще плюс ко всему этот самый Шеремет готовит почву не только для увеличения срока службы в армии, для того, чтобы солдат лучше готовить. Конечно, за два года никто никого не подготовит, хотя бы потому, что не успеет. Сейчас идет осенний призыв. И почему бы закону об увеличении службы призыва не иметь обратный ход? Такое в России неоднократно уже случалось. Закон обратной силы не имеет. Это главный постулат римского права. Но в России имеет, Россия наплевать на мировые постулаты права. И касательно вооружения. Довольно-таки очень много российских военных жалуются на условия, в которых они пребывают, и на военную технику, даже на оружие, которое им выдают. Сейчас в социальной сети просто массово заполнены видео, где выдают ржавые автоматы, либо же автоматы, которые были на момент взрыва в той или иной технике. Скажите, пожалуйста, говорит ли это о том также, что и с финансами даже собственной армии, с финансированием собственной армии в Российской Федерации тоже сейчас все очень плохо? Ну, вы знаете, с финансами, я думаю, что всегда все хорошо в Российской Федерации, а главное, хорошо с коррупцией. И тут, конечно, глядя на все эти ржавые автоматы, думаешь, господи, благослови русскую коррупцию, потому что в руках у этих солдатиков могли быть хорошие автоматы. А поскольку все украдено, они воюют ржавыми, я надеюсь, что не рассыпятся у них в руках. Они вообще взяли в руки оружие, чтобы идти воевать против Украины. Вчера была любопытная заметка в «Коммерсанте» про то, что объявили в розыск очередного чиновника, который украл деньги на строительстве бункеров. Просто бункеров, просто это вот то, что по идее должно защищать, например, в том числе Путина. Нормально так. И то, что все крадут, и действительно у солдатиков нет мыла, туалетной бумаги, нет амбардирования, нет автоматов у так называемой второй армии мира, это, конечно, все последствия русской коррупции, которая, конечно, сейчас играет на стороне Украины. Пусть воруют больше, меньше достанется солдатам. Знаете, вот я просто слышу, что даже украинские каналы, вот даже вы испытываете какую-то, ну, все-таки вот люди, да, вот какие-то необученные, голодные, холодные, тупые, без автомата, кинутые на украинскую землю, да, на верную смерть. Позвольте мне их не жалеть, а. Люди, которые взяли автоматы, потому что они тупые, потому что они бедные, потому что у них нет перспектив, потому что их обманули, хватит их жалеть. Обманули как в самой Российской Федерации, таки уже после того, как призвали. Об этом свидетельствуют перехваченные украинской разведкой разговоры. Вот хочу, чтобы мы с вами один из таких послушали. В свою очередь, российские военные в Украине продолжают жаловаться на условия. Это раз. А во-вторых, жалуются на то, что им платят в десятки раз меньше, чем обещали. Давайте послушаем, это тоже обсудим. Пожрать раз в трое суток дают. Воду из лужи пьем, дождь собираем. Слышишь, Путин говорил, что мобилизованным по 90 тысяч платить, будут, ребятам по 2-3 тысячи приходят на карточку в месяц. Из перехвата разговора военного Российской Федерации главным разведывательным управлением Министерства обороны Украины. Ведь если посмотреть, так знаете, взглядом россиянина на эту ситуацию, ведь это же очень огромная деморализация российского военного. Есть ли у них какие-то пути отхода назад на территорию России? Потому что тут по факту, либо ты получаешь 2-3 тысячи рублей, и тебя в любом случае убьют на территории Украины? Либо же что? Нет, нет, эти люди будут жаловаться и терпеть. А терпеть и жаловаться, в лучшем случае жаловаться. Вы знаете, в самом начале мобилизации был совершенно, конечно, поразительный сюжет, когда 500 человек мобилизованных, свежемобилизованных, выгрузили в чистое поле и просто бросили. И они дозванивались до военной прокуратуры, до военкоматов и так далее, чтобы их отправили в казарму. И в конце концов добились того, чего не хотели, их отправили в казарму. Вот ты в чистом поле, иди куда хочешь, все. Ты был почти на войне, тебе повезло, тебя бросили. Нет, они добились. Они добились того, чтобы их отправили в казарму. Еще в продолжении этой темы в России начинаются митинги мобилизованных, которым не дают ранее обещанные выплаты. В Кремле уже сталкиваются с трудностями их финансирования. Эти проблемы усугубляют социальное напряжение в российском обществе. Это информация от Института изучения войны. Аналитики также добавляют, что один из протестов был зафиксирован в Ульяновске, а также в Чувашии, где российский местный чиновник кричал митингующим, что власти не обещали им по 300 тысяч рублей. Также семьи мобилизованных публично пожаловались губернатору в Ворожнической области Александру Гусееву, что они не получили обещанной компенсации в 120 тысяч рублей. И меня тут удивляет следующее, что митингуют не против войны, а из-за того, что за эту войну им не платят обещанные деньги. Ведь, опять же, не цинизм ли это? Либо это вот как раз мы видим, как информационная пропаганда, работающая годами, десятилетиями на российского зрителя, сейчас съедает сама себя. Знаете, вы сейчас говорили, а я вспомнила об одном споре. Предприниматель, российский предприниматель и прокурор. То есть прокурор сажал предпринимателя, в процессе посадки они коррумпировались и подружились. И как раз мне предприниматель вчера этот напомнил, что в 2014 году он поспорил с прокурором на бутылку виски, что через 10 лет Россия развалится, перестанет существовать. Поспорили. И 24.02 прокурор, единственное, что написал смс-ку знакомому этому предпринимателю, который давно уехал, я пошел за бутылкой. В общем, да, конечно, вот этой самой войной, конечно, Россия, которая могла, в общем, еще выползти из той огромной дыры, в которой она провалилась с Путиным, еще могла бы куда-то выползти. После 2014 года уже никуда. Естественно, с началом войны этот процесс ускорился. И вот эти вот митинги, вот это возмущение, возмущение населения, которому там не платят, но они не против войны, это, конечно, какая-то последняя степень деградации общества. Никакого общества, уже нет никакого общества. Это просто последняя степень деградации населения, которому просто не очень нравится, как им платят за войну, которая не имеет к ним никакого отношения, что они там забыли в Украине. И еще немножко, и они начнут откусывать территориальные куски от России, какие-то куски власти, какие-то пойдут партизаны, но не те партизаны, которые бы нам хотелось против Путина, против войны и так далее. Пойдут партизаны просто за отделение, за бабки, такие вот партизаны-маргиналы за очень сомнительные ценности, за пожрать, бухнуть и убить мента. Ну, к тому шло, сейчас ускорилось. Ну, в свою очередь, еще есть информация, что пятеро мобилизованных из Томской области, которых российское командование отправило в Луганскую область воевать, покинули свою воинскую часть и ушли жить в лес. Об этом сообщает издание Сибириалии. По его данным, мужчины прячутся уже более двух недель, им угрожают уголовными делами о дезертирстве, сообщили родственники. Мать одного из беглецов рассказала, что ее сын был мобилизован в конце сентября, обещали, что он пройдет трехмесячную подготовку в воинской части Омска, но уже через неделю его отправили в Луганскую область без продовольствия и без боеприпасов. Как вам видится, будут ли какие-то митинги массовые, возражения касательно таких ситуаций? Потому что мы видим, что даже то, что Суровикин в интервью каналу «Россия», Суровикин по факту наврал, сказал, что каждого бойца три месяца обучают, каждого бойца подготавливают, а по факту мы видим совершенно обратное. Можем ли мы наблюдать какие-то такие массовые акции протеста как со стороны родственников, так и со стороны мобилизованных? Мне очень хочется ответить вам «да», но нет. Потому что вот после всего-всего того, что произошло в России, да, слабая-слабая-слабая попытка протеста сегодня утром в Новосибирске. Очень слабая, которая не выдает себя за протест и никаких лозунгов, тем более антивоенных, и война называется все-таки специальной военной операцией. И это, наверное, максимум, на что сейчас способен русский, слово народ не хочу говорить, народ – хорошее слово, население страны. И действительно максимум, как дезертир, они будут уходить в леса. Они будут уходить в леса и там сплачиваться в какие-то банды, в какие-то группы. Хотя, конечно, идею дезертирства я бы поддержала. Я бы, на самом деле, где-нибудь в границах, ближайших к России, сделала бы какие-то шелдеры, чтобы там дезертиры могли просто отсидеться, отогреться и не попасть в лапы военкомам. Конечно, дезертир не значит хороший человек, конечно, дезертир не значит, что он против войны, конечно, дезертир не значит, что он против Путина. Дезертир, вполне возможно, это просто тот, кто боится за собственную жизнь, больше ничего. И, может быть, он думает точно так же, как и большинство населения России. Но, тем не менее, раз боится, то хоть какие-то инстинкты срабатывают. И, конечно, дезертир достаточно поддерживать. Но тут еще очень интересный факт того, что ведь никого не смущает, насколько я понимаю, что так называемая спецоперация, объявленная Путиным, она не три дня длится и не три месяца. Она уже вот, сколько, более восьми месяцев уже длится, активные боевые действия. Уже больше 70 тысяч российских военных погибло. Что ж это за спецоперация такая? И меня удивляет другое. Как в это продолжают верить россияне? Это удивительно, это загадка. И мне кажется, что разгадка в том, что страшно признаться, что на самом деле происходит. Страшно признаться, в какой стране ты живешь. Страшно признаться себе, глубоко себе самому, что ты в этом принимаешь участие. Ты говоришь себе, боже мой, мы живем в самой лучшей мире стране, с самым лучшим президентом, с самой мудрой политикой. У меня прекрасные дети, замечательные сыновья, богатыри, которые идут на справедливую войну против фашизма. И вдруг оказывается, что это не так. Все не так. Твоя жизнь рушится, и люди хватаются за какие-то остатки иллюзий и упорствуют в этом. Ольга, вам огромное спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру, за ваши комментарии. Я напомню, директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова была на прямой связи с нашей студией. Ольга Романова была на прямой связи с нашей студией.